Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем работать с конфигурацией 1S ERP версии 2.1. Сегодня мы также говорим о особенностях введения регламентированного учета в данной конфигурации. Естественно, мы говорим об RBSO. Итак, что я хотел сегодня показать? Я хотел показать два специфических функционала, которые появились на самом-то деле не так давно. Смотрите, прежде всего я хотел показать ручное изменение проводок документок и проверку документов. Прощу ваше внимание на это пояснение, что ручное изменение проводок документов требует действительно повышенного внимания. То есть я просто сталкиваюсь с ситуацией, когда вот эта кнопочка была включена, эта галочка была поставлена, потом мы изменяем документ, а у нас, собственно, проводки не меняются. То есть мы даже можем изменить сумму в документе, она не изменится в проводке. Давайте вернемся к нашим любимым продажам, поскольку они у нас уже внесены. Давайте. Так, вот у нас с вами количество, да, сумма. Давайте мы сейчас зайдем в документ все-таки, произведем ручную корректировку, с которыми, да, вот очень часто я сталкиваюсь и кое-что увидим. Сейчас только надо ручную корректировку включить. 25 тысяч, 50 тысяч. Записать и закрыть. Ну, например, изменили с 25 на 50. Действительно, записывать, конечно, лучше. Значит, потом концов не найдешь, зачем это делали. А теперь вот какой момент. На самом деле-то сумма здесь не поменялась. Никаких 50 тысяч там нет. Я вам хуже скажу. Если я сейчас здесь поставлю не 792, а 892. У нас просто с вами скидка 75% стоит. Ну да, у нас, в общем-то, распоряжение на отгрузку. Ну, как бы это ни было, на самом деле... Да, зачем нам это? Понятно. Надо сначала исправить распоряжение на отгрузку. Как бы это ни было, да, мы с вами абсолютно точно убедились в том факте, что сумма, которая у нас имеется здесь... Да, 25 тысяч. Ее уже в проводке нет, да. И даже если мы ее изменим сейчас здесь как угодно, она никак не отразится в проводке. Что касается проверить. Вот она, эта галочка. Вот мы ее поставили. Ну, соответственно, нужно правильно настроить, конечно, доступ. Да, ответственный сотрудник вот эту галочку поставил. И все. Ничего сделать нельзя, пока галочку не отожмешь. Это очень, на самом деле, удобно в том случае, если у вас есть, как бы, финансовый контролер в компании. Он галочку эту поставил, да, все проблемы и закрылись. Которые связаны с изменением документов задним числом в течение месяца, да. Грубо говоря, если у вас уже сделана реализация и заказ закрыт, то не обязательно ждать, пока закончится месяц. Почему заказ может 8 раз изменяться? Хотя, опять же, не всегда это удобно. Если у вас множественные возвраты, то каждый раз дергать контролера, чтобы он отжал галочку проверено. Смысла нет. Конечно, есть такая настройка здесь, да. Только уведомительная. Ну, вот тут все, на самом-то деле, не мешает. Вот. Ну, можно вот так вот делать. В общем, в целом, никакой критической необходимости в этом нет. Ну, есть некоторая польза, возможно, для упорядочения отчетности и вообще, собственно, документа оборота. Так, спасибо за внимание. На следующем занятии поговорим про авансовые отчеты в Едине с ERP. Но надо собирать растяжка и решать весですね. Вам нужно сделать, чтобы не ensures… Продолжение следует...